Не, вот тому, кому вы платите, они-то говорят вам, куда валить мусор? Да они вообще ничего не говорят, просто надо, чтобы платить еще. Под дождем и возле свалки, в окружении бродячих собак. Так иногда выглядят совещания забайкальских парламентариев. Вместо паркета слякоть, вместо галстука зонт. К счастью, видите, дождик какой хороший, значит, наверное, все у нас получится. Впрочем, погода на паркетных совещаниях тоже не всегда спокойная. Что ни заседание, то гроза, тут уж зонтиком не закроешься. Поэтому вот мы хотим посмотреть, что это на самом деле, или это опять вот эта вот трепотня. Тут тоже ничего не на лист стоят. Чего же, как же мы будем принимать-то? И у меня вот сомнения просто. В сентябре 2018 года сформировался новый состав депутатов законодательного собрания. Голоса между крупными партиями распределились относительно равномерно, чем на прошлых выборах. За счет этого обсуждения законопроектов стали более острыми. Депутаты, учителя, врачи, экономисты о проблемах говорят прямо. Изнутри. И у меня ситуация сложилась спадтовая, я говорю по себе. Все штрафные санкции, то есть от всех проверяющих, все ложатся на школы. И получается, мы, образовательные учреждения, являемся заложниками. Каким бы антициклоном не подвергались будни парламентариев, есть моменты, которые объединяют всех до единого. Мы встаем в бессмертный полк вместе с моим отцом, дедом, моих внуков. Дед воевал, дед принулся офицером с Великой Отечественной войной, с наградами. Это мой дедушка, Деревцов Георгий Егорыч, попал прямиком на фронт пулеметчиком. Ну, война для него, конечно, длилась не до 45-го года, потому что буквально в августе, 16 августа 43-го года, вражеской миной он был тяжело ранен. Сегодня еще одна важная дата для законодателей – День российского парламентаризма. Но никаких торжеств не будет, и самоизоляция здесь ни при чем. Впереди важное внеочередное заседание, где депутаты рассмотрят тройное снижение для предпринимателей налога по упрощенке и двойное по транспортному налогу для ИП и юрлиц. Обсудят вопрос назначения на должности восьми членов правительства и даже нового прокурора Забайкалья.